Прошло почти три года с тех пор, как случился пожар в деревянной церкви Казанской иконы Божьей Матери. Трагедия случилась 18 ноября 2015 года. Но только этим летом вопрос о консервации объекта культурного наследия сдвинулся с мертвой точки. По договору безвозмездного пользования деревянный храм передан Старообрядческой церкви. Раньше собственником памятника было территориальное управление Росимущества. Мы в ведущих обязательствах начали консервационные работы по сохранению того, что осталось. Это и конструктивная часть, и художественная часть, которая присутствует на стенах лонтарей и швирики. Вот сейчас уже завяжен весь материал, и бригады начали разбор, скажем так, мусора, который там вот на протяжении вот этого времени, пока церковь стояла бесстопная, она там накопилась, и реставраторы приступили к разбору вот этого мусора, и потом приступят к установлению стоек для уже накрытия крыши, чтобы не попадали внешние осадки, и памятник не подвергался дальнейшему разрушению. Разрешение на проведение работ по консервации объекта культурного наследия получено. К ним специализированная организация планирует приступить уже на следующей неделе. Очень надеемся, что до конца этого года объект будет законсервирован, а начиная со следующего года будет решаться вопрос о поиске финансирования на проведение его комплексной реставрации, поскольку в соответствии с согласованным планом проведения работ он должен быть полностью отреставрирован к 2020 году. Как сообщили нам в Комитете по охране объектов культурного наследия, к этой работе активно подключилось Министерство культуры Российской Федерации, которое готово изыскать федеральные средства на проведение реставрации. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.